Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. В этом видео мы продолжаем обсуждать двух блогерок, Галину Смит и Наталью Взлетную Полосу. Как мы уже знаем, Наталья сейчас гостит у Галины, и как я и предполагал, и предупреждал, что скорее всего нас с вами во все щели, во все дыры задолбают этой взлетной полосой, что мы сейчас и наблюдаем. То есть помимо того, что взлетная полоса появляется в прямых эфирах многочасовых, и целые эфиры в принципе посвящены взлетной полосе. Параллельно с этим продолжается чтение историй с приключениями взлетной полосы в Австралии, а в промежутках между эфирами и приключениями Наталья также мелькает в кулинарных видео на другом канале Галины, где она рассказывает, как жарить котлет, запекать окорочка и тому подобное. То есть в принципе Наталья обеспечила контент для Галины по полной. Причем Галина же сама говорит, что она просто так никогда ничего не делает, она во всем ищет выгоду, и соответственно вот она нашла такую выгоду благодаря появлению взлетной полосы у нее в гостях, вернее в гостях у ее сожителя Лэри, куда Галя сама недавно переехала, и спустя несколько дней туда же въехала взлетная полоса. Вся эта ситуация мне напоминает сценку из кинофильма «Москва слезам не верит», когда племянница въезжает в профессорскую квартиру и спрашивает, а можно со мной подружка поживет? А тетушка спрашивает, а она аккуратная, и подружка кричит, очень аккуратная, очень аккуратная. Вот эта вот очень аккуратная Наталья въехала и легла на диван, по крайней мере, так нам сказала Галина в своем прямом эфире, посвященном Наталье взлетной полосе, что Наталья целыми днями вроде как лежит на диване и переписывается со своими поклонниками, то есть поклонницами ее творчества на ютубе. В то же время мы с вами не дети, и мы прекрасно понимаем, что Галина никогда бы не позволила лежать, протирать свои диваны просто так без дела, что и подтвердилось недавно, когда Галина сказала, что она в принципе приглашала Наталью взлетную полосу не просто так, а с тем, чтобы та обеспечила определенное количество сеансов лечебного массажа ей, ее сожителю Лэри, ее дочери Юляшке и американскому мужу этой дочери. Вот там какое-то количество сеансов уже расписано для того, чтобы Наталья их отработала. Кроме того, Галина также призналась, что Наталью они возят в офис Клэри, представляют ее коллегам, и вообще, когда она куда-то едет, в частности, когда она была в Австралии у этого своего Росса, там она работала, то есть она предлагала свои сеансы массажа, за что ей платили кэшем, потому как ни в Австралии, ни в Америке, у Наташи нет разрешения работать. Когда я в свое время узнал, что Наталья навострила лыжи в Америку, я спросил у нее на канале, Наталья, а вы едете рассматривать новых кандидатов, искать новых мужчин? Она мне загадочно ответила, а что, в Америку ездят только для поиска мужчин? Я тогда задумался, зачем же она тогда едет? Неужели прям так соскучилась по Галине, такие закадычные подружки, что она тащится в какую-то тьму таракань, в глушь, в какие-то горы, где живет Галина, а Галина живет в очень отдаленном, заброшенном месте, так вот, что она едет в какое-то нетуристическое совершенно место, чтобы сидеть там целый месяц, и только теперь нам становится понятно, что это все не просто так, что тут уже все расписано, все запланировано, все эти поездки по разным штатам, в частности, Наташу ведь повезут еще и в Оклахому, то есть там тоже, видимо, подобрали клиентов для лечебного массажа, в принципе, я это не осуждаю, у меня есть знакомые, в частности, в Москве, стилисты, парикмахеры, которые также ездят на заработки, например, на месяц они уезжают в Монако, там или в Ниццу, в какие-то такие вот престижные места, где они наводят марафет состоятельным клиентам, стригут их, красят и так далее, и даже иногда их вызывают, например, в случае какого-то события великого, там, не знаю, какой-то прием у принцессы в Монте-Карло, и вот там они едут наводить марафет целой группе состоятельных клиентов. Я это все понимаю и считаю, что это в порядке вещей. Единственное, что в случае с Наташей меня немножко покоробило, это то, как она в очередном своем видео о приключениях в Австралии, поведала нам снова об ужасах своего пребывания в гостях у Росса, и главное, как она его критикует. Видео это вышло на канале у Галины Смит, естественно, то есть в виде письма. Наталья настрочила письмо, и Галина его зачитала у себя на канале, и я под этим видео написал комментарий. К сожалению, мой комментарий не прошел, потому как на канале Галины Смит меня заблокировали. Я не понимаю, почему я никого не оскорблял, я лишь пишу свое мнение, тем не менее Галина меня заблокировала, и, соответственно, я свое мнение высказать не могу. Так вот, я его сейчас высказываю на своем собственном канале. А возмутило в письме Натальи меня прежде всего то, что она так активно, непонятно зачем, зачем очерняет образ Росса, за чей счет она вообще приехала в Австралию, кто оплатил ее визу, содержал ее все это время в Австралии, кроме того, высылал деньги ее детям на проживание в Москве. Мне совершенно непонятно, зачем так активно оскорблять и очернять образ человека, который, в принципе, отнесся к тебе хорошо. Да, тебе у него не понравился, потому что тебя от него воротило, отвертило, что он как-то не так пах, он как-то не так выглядел, он как-то не так себя вел, позволял выпивать алкоголь, что она тряслась, боялась, спала с телефоном в руке, чтобы в любую минуту можно было вызвать полицию. То есть, другими словами, чтобы окончательно уничтожить этого человека и испортить ему жизнь. Вот представьте, жил себе мужчина, жил, никого не трогал, имеет дом, имеет хорошее материальное положение, хорошее отношение с родителями, с друзьями. Да, любит выпить пивка, а кто не любит. И тут прилетает Наташа со своим уставом, со своими порядками и еще вызывает полицию, чтобы уж совсем добить, уничтожить и испортить всю малину этому человеку, который, в принципе, ничего никому плохого не сделал. Да, у вас не срослось, но ты ведь изначально знала, что это не твой типаж, ты изначально знала, что тебя от него тошнит, воротит. И ты сама призналась, что едешь только из материальных соображений, потому как тебя уже достали коллекторы. И поэтому меня до глубины души просто поразили вот эти двойные стандарты наших кумушек Галины и Натальи. Галина, которая собралась подавать в суд на обзорщиков за то, что они влезли к ней в частную жизнь, нарушили пределы ее частного пространства. Сами же они выставляют на все услышание, на все увидение историю Росса, его жизнь, его маму, его папу. И все поклонницы Галины Смит дружно его обсирают. Вот уже где не обзор, а обсер, как сейчас принято говорить. И я уверен, что Галина с Натальей не спросили у Росса разрешения на то, чтобы описывать его частную жизнь, жизнь его мамы, жизнь его папы. Ну, естественно, такие мои замечания и комментарии не пришлись ко двору, и было проще меня заблокировать. В общем, да здравствуют двойные стандарты на канале Галины Смит. На этом все. До новых встреч. Пока-пока.